Охранники с цепями, попытка силового захвата частного дома, беспомощная полиция. Всё это напоминает боевик в стиле 90-х. Однако такая история произошла в наши дни в Юрмале. Ситуацией разбирался Даниил Смирнов. На этой неделе к частному дому по адресу Юрмала, Мелитас 5А, подъехал микроавтобус. Из него вышли шесть крепких парней. Один из них позвонил в дверь и попросил хозяина выйти на улицу. Когда я подошёл несколько метров к калитке, этот человек открыл резко калитку и за плечи вытолкал меня за ограждение дома на проезжую часть. Ярослава, по его словам, держали на холоде и не пускали обратно в дом. Там закрылась его жена, которая находится на девятом месяце беременности. Приехавшие наряды полиции также не смогли помочь попасть мужчине домой. Люди из охранной компании перекрыли все подходы к особняку. Как только они приехали, они сразу повесили цепи на ворота и подогнали сюда этот микроавтобус, чтобы заблокировать выезд. А на калитке стояло шесть крепких парней и блокировали вход. Для меня это был шок уровня неевропейской страны. Я так или иначе путешествую, бывая и в России. Если когда-то я ещё что-то, какие-то вещи слышала, что что-то подобное может происходить ещё где-то в России, то для меня Латвия всегда была страной, которая всегда основывается на законах и всегда основывается на постановлениях суда. История Ярослава обошла новостные порталы. Вы первые репортеры, которые вообще пригласили вторую сторону. До этого все порталы публиковали только крики о помощи. На улицу Ярослава Каплана вытаскивал именно Эдгар Скруминч. Он представляет фирму по обслуживанию домов «Силенцы». Его наняла компания-владелец дома «Латектус». Физическая сила в юридическом смысле не применялась ни к одной из персон. Этот арендатор, по нашему мнению, там находится незаконно до сих пор. Он может свободно входить и выходить. Если ему не нравится ситуация с охранной объектом, могу сказать, что в нашей стране у собственника есть права. И он может своё имущество защищать. Случаев, когда имущество перед сдачей владельцу было разграблено, оставлено без радиаторов, без отопительных котлов, в нашей практике было очень много. Владелец дома компания «Латектус» — дочерняя структура СЭП-банка. Уже три года пытается вступить во владение этим домом. Компания «Латектус» приобрела имущество на аукционе в 2012 году. В 2013 году компания «Латектус» подала в суд иск о признании недействительными договоров аренды и субаренды, и освобождении имущества. Эти договоры не были указаны в документах, предоставленных на время аукциона. Кроме того, есть подозрения, что они были заключены вопреки нормам морали и принципам честной практики. Конечно, очень понятно желание жить в Юрмуле и не платить за это. Ярослав Каплан утверждает, что он заключил десятилетний договор аренды с предыдущим владельцем. И в компании «Латектус» знали об этом отягощении, когда приобретали дом на аукционе. Но предоставить нам арендный договор и назвать размер платежей за аренду он отказался. В любом случае ситуацию должен разрешить суд, заседание которого назначено на 29 ноября этого года. Даниил Смирнов, Никита Алексеев, Инс Иванс, Латвийское телевидение.